Сегодня в Доме правительства прошло совещание с участием представителей министерств, ведомств Карачаева-Черкесии и общественных организаций. Обсуждению подлежала ситуация на рынке потребительских цен на отдельные социально значимые товары. Заседание. Наш корреспондент Артур Махце. С чем связано резкое повышение цен на многие виды товаров? Есть ли возможность минимизировать финансовые потери в нынешней непростой для населения России ситуации? Какие меры могут быть применены в отношении недобросовестных предпринимателей? Ответы на эти и другие вопросы в ходе совещания под председательством Мурата Аргунова искали представители правительства Карачаева-Черкесии. В целях своевременного реагирования на возникающие проблемы, с которыми сталкиваются предприятия республики, организован мониторинг их деятельности. Основными проблемами, которые они озвучивают на сегодняшний день, это рост цен на логистические услуги и стоимость сырья для производства конечной продукции. В этой связи нами ведется сбор информации о контрагентах, которые повышают стоимость на сырье или логистику, после чего вся необходимая информация направляется в ФАС России и прокуратуру. Участники совещания не обошли вниманием повышение цен на ряд социально значимых товаров, а также на строительные материалы и лекарственные препараты. Представитель Минпромторга поделился данными последнего мониторинга. По данным мониторинга, цены на социально значимых удовольствием товаров на 14 марта нынешнего года по сравнению с предыдущим днём зарегистрирован рост цен на сахар на 1%, муку пшеничную 3%, консервы мясные 5%. Кроме того, наблюдается рост цен на овощи и фрукты. Но данное повышение, считают в Минпромторге, носит сезонный характер. Например, удорожание материала составляет до 40% металла, кирпича и бетона на 15%, утеплителя кровельного материала на 30%. Большая проблема возникает по металлоёмким объектам. В региональном антимонопольном ведомстве заверили, что держат ситуацию с ценами под контролем и готовы реагировать на все обращения от населения. Мы направили запросы всем дистрибьюторам. Предварительно запросили Минпромторг, КЧР и Минсельхоз относительно имеющейся информации. Сегодня до конца дня ожидаемого. И далее будем, как вы сказали, идти по всей цепочке. То есть от производителя до конечного реализатора розничного. Также было предложено организовать проверки торговых предприятий и складских территорий, где необоснованно и значительно завышаются цены на товары и услуги. По какой цене отгрузили, какую выставили для реализации. Мониторинг планируется тщательный. К нарушителям, которые решили в корыстных целях воспользоваться нынешней непростой для населения ситуацией, могут быть применены серьёзные штрафные санкции. Артур Мыхце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.